11 апреля состоялось очередное совещание под руководством председателя правительства Дагестана в Дому Слима в Дому Слимова, на котором обсудили реализацию плана мероприятий по протоколу, подписанному между главой республики, заместителем министра обороны Российской Федерации и министром просвещения России. Участниками заседания стали руководители подрядных организаций, взявшие на себя обязательства по строительству социальных объектов. Премьер-министр открыл совещание и напомнил, что в текущем году в рамках национальных проектов демографии и образования строится 58 объектов образования. Из них 50 школ на 24 588 ученических места и 8 детских садов на 1371 мест. При этом ряд объектов переносились с года в год, начиная с 2020 года. Я просто вас собрал, в таком формате мы не собрались. Я вам говорю, официально дальнейших переносов не будет. Долго не буду говорить, все уже неоднократно было сказано. А также Думы Слимов заявил, что схема получить средства по удорожанию больше работать не будет. Теперь за каждый полученный по удорожанию рубль подрядчики будут нести персональную ответственность. Отметим, что на заседании главным докладчиком по теме выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Артур Сулейманов. Он, в свою очередь, рассказал, какая работа проводится ведомством по своевременному вводу в эксплуатацию в текущем году образовательных организаций. Всего таких объектов, которые вводятся в данном году, это и школьные, и дошкольные. 42 из них 8 это дошкольные образовательные учреждения, остальные это школы. По ним, действительно, как подметр 14 объектов, это объекты, которые строятся у нас с подрядными организациями у главного управления специального строительства. И эти объекты у нас вводны до 1 сентября 2023 года. Сдать построенный объект в эксплуатацию возможно в течение трех недель. Но только в том случае, если представленный пакет исходно-разрешительных документов будет подготовлен правильно. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день контроль за всеми строящимися объектами осуществляется в режиме реального времени через федеральный портал видеомониторинга. Асията Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.